МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Честные европейские СМИ такого не покажут. Какая демократия выбирает президента Польши? Наши власти делают все, чтобы Вашингтон позволил им еще 4 года побыть у власти. И почему то, что не позволено Макрону, позволено Лукашенко? Ну что, девчата, на дискотеку? Здравствуйте! Здравствуйте! Мне кажется, земля, не испорченная человеком, жадностью, если не съесть, то хотя бы надкусит яблоко и завистью между братьями, выглядела именно так. Как сейчас наша природа, это финал творения, расцветает, прям пышет жизнью и надеждой. А вот чтобы не приедалось, постоянный бытийный круговорот. Периодически надо пробуждаться и нам, вставать от зимней спячки лени. Хорошо, что есть кому это растормошить. Это просто можно умереть от этого. Поле имеет Г-образную форму. Вот букву, эту ногу от Г обработали, а где кусочек поля остался, это брошено. Почему? Руководитель, не только руководителя, агроном там не бывает на поле. Разбестились кадры, дальше некуда. О главном нашем первом и событиях уходящей недели. Политика без галстуков и купюры, авторский взгляд пустового на СТВ. А вот наступит ли новая весна, это зависит от каждого из нас. Каждого. Какое зерно посеешь, такой урожай и получишь. Но в той известной притче зависит, конечно, и от почвы. Вот оно, великое в простоте, весенний сев и экзистенциональное будущее. И там, и там надо, не покладая рук, трудиться. А сейчас, когда происходит трансформация мира, сейчас для нас посевная на будущее. Сеять спустя рукава точно нельзя. Президент говорит, объясняет, душу выворачивает. Страна одна и общая. Его слушают, записывают и делают по-своему. Ты затратил деньги, средства, научил, а нихрона не делают. Контролируй, что ты делаешь. Лучше не контролируй. Ну, может, уже хватит, а? Искать счастья и ждать, как нам кто-то поможет. Стать богаче. Лопату в руки и засеваем сами свое поле. Знаете, откуда эта расслабленность от благополучия и спокойствия? А благодаря кому это благополучие? Президенту и его команде. Ошибаться позволительно быть равнодушным. Преступление. Короче, или вы слушаете и слышите первого или вместо залов заседаний в окопах. С чего начались проблемы в Украине? Управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые, извините меня, руководители. И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. И тогда понятно. Тогда и соседи смотрят на тебя, потирая руки и прочее, прочее. Президент процитировал классикой белорусской национальной идеи. Занять свой подшественный посад между народами. Это была вершина национальной идеи. Никого не толкая заняли. При Лукашенко. А нас пытаются толкать и столкнуть. Ну что ты поделаешь с этим семенем Каина? Брат, покайся. Брат, ну давай жить в мире. Не семя Каина, есть семя Каина. И снова уже упомянутая причина. Сеяли-то одинаковые семена развития белорусской государственности, но западная пропаганда и ее технологии подпортили урожай. А раньше в Бельгии основные особы, просвещенные Европой, устроили зоопарк для людей Африки. Мы покоряли космос, а они фотографировались на фоне людей в клетках. Теперь политический зоопарк превратили в грязню белорусских коллаборантов. Хотели питаться нашей страной, а довольствуйтесь крохами. Но крохами они питаться не хотят. Они хотят донатов, нового транша, 30-ти сребреников. Условия ужесточились. Бенефициары контракт продлят. Если на улицах Минска будет кровь, если подоршие будут лежать под откосами поезда, если против белорусов, предатели будут совершать теракты. Это они называют свержением режима. Ничего нового, как войну. Из предателей готовят дерлин вангеров. Все, ловушка перемен захлопнулась. У этой постдемократии есть вариативность. Либо на фронт против русских, либо в диверсанты против своих же белорусов. Вот она, историческая миссия РАД БНР и беглых штабов. Только сейчас это касается ярых мятежников. А могло бы касаться всех нас, всей страны. Это так понятно? Это на поверхности. Неужели непонятно вам, съехавшим? Вам и так просто управлять даже вашей повесткой. Вот скажем, с озаренком напрямую в стриме что-нибудь. Специально. А вы прям давитесь этими фразами. Пережевываете их. Наслаждаетесь. Понимаю, информационной тухлятиной в ваших лидерах питаться не хочется. Ну что сделаешь? Невероятное. Не, мы не Украина. Да хуже было бы. Российский мыслитель Михеев недавно же сказал, если бы не остался Лукашенко в Беларуси, то у нас были бы российские танки и сценарии Украины. Битва центров сил. Ах да, вы же мятежничали, что было бы как в Польше. А как в Польше? Хотелось бы спросить, Рудика или Путилу готов взять у вас интервью? Воскресенский согласился, прозрел человек, вот и книгу теперь издал. В Беларусь едут действительно светлые лица Европы. И смелые люди, скажу вам. Патриоты своей ойчизны. Эксклюзив программы известный польский публицист и блогер Томаш Грыгуч. Честные европейские СМИ такого не покажут. Я сувалок, недалеко Белосток. Там много православных поляков и белорусов. Живем в мире, даже студенты уходят на каникулы и в православные, и в католические праздники, такие как Рождество Христово и Пасха. С уважением относятся к разным конфессиям. И мы, католики, одноверцы, христиане, обеспокоены ситуацией на Украине. Это не по-человечески. Это настоящая война с верой. Позиция Зеленского – зверская по отношению к простым прихожанам, обычным людям. С болью смотрим на все, что происходит. Вы упомянули слово «зеленский». Насколько полякам нравится, что их президент встречается с клоуном, который ведет к пропасти своего народа и государства. Да, мы там живем под террором пропаганды фикции, но я благодарен возможности поговорить с вами, дать интервью белорусскому телевидению, поделиться своим мнением. Огромная часть поляков и украинцев понимает, что это не является нормой. Как Пан хорошо подчеркнул, имеем дело с актером, там разыгрывается театр абсурда. Да и в Варшаве так называемая власть проводит политику против Белоруссии и России. Но это не Варшава. Это не Варшава. Это Америка. Я являюсь писателем и высказываю мнение определенной части польского общества. Говорю от имени поляков. Поэтому подчеркиваю, власти вынуждены исполнять договоренности. Привет тем, кому жмут налоги в Белоруссии. Долго обсуждали владельцы магазинов и частных лавочек. 20% это же не 3. А как бы вы отреагировали на прогрессивную шкалу европейскости. Чем больше капитал, тем больше ставка налогов. У нас все стабильно. Причем перепродавая можно и поделиться. Да ладно, а как у соседей. Вобразцово показательное для бизнеса Польша. Куда идут налоги обычных фермеров, которых прям штурмуют даже украинские ракеты. А они еще за это платят. Да, американская демократия стоит дорого. Отвечает ли Дуда или Ржим Дуды интересам польского глубинного народа? Не, ну, вы, пан. Несмотря на взгляды обычных поляков, реализуется определенная политика. Нет политики Польши на востоке. Есть антипольские интересы. Мы вообще называем себя слугами Украины. И те налоги, которые платят поляки, идут в кошелек украинского президента. Наши власти делают все, чтобы Вашингтон позволил им еще четыре года побыть у власти. И какая демократия выбирает президента Польши? Совсем недавно в Вашингтоне хвалились, что мы, поляки, со своих налогов 50 миллионов злотых отдали Украине. То понятно. Дали оружие, дали деньги, что Зеленский в Варшаве выкинул. Приехал к нам. Что он сказал? Спасибо. Это ничего не стоит. Поляки в восторге звезды Зеленского. Квинтэссенция этой политики. Польша служит интересам Америки. А обычным полякам держаться на плаву становится все сложнее. Раньше Зеленскому платили за выступления украинцы. Теперь прям целые страны. Мы в Варшаве помним и белорусскую хатынь. Лучшая часть нашего народа никогда не забудет тех событий. Никогда не забудет о зверствах бандеровцев. Зеленский свой визит начал и также закончил в Польшу бандеровским приветствием. Слава Украине. Героям слава. Нынешняя украинская политика основывается на тех же принципах. Но американцев, конечно, это не трогает. А вот поляки, которые поддерживают режим Дуды, начинают прозревать. На плечах польских фермеров из Лодзи и бизнесменов из Варшавы ложится содержание подследственных путила и компаний. Это уж такая филантропия? Я поляк, который любит свое отечество, как пан любит Беларусь. И я желаю добра моему народу. Здравомыслящие поляки с негодованием относились к тому, что польские власти не подали руку помощи, когда у вас происходили эти мятежные события. Но опять же, это антибелорусские настроения со стороны Вашингтона. Честно говоря, было очень печально наблюдать, как люди идут на поводу фейковым новостям. Не мы, поляки, не патриоты Польши хотят обострения между нашими странами. Очень жаль, что нам приходится отвечать за ту часть, которая действует против Беларуси или поддерживает украинские власти. И снова там американский след. Если говорить о Почубуте, то вы, белорусы, еще очень терпеливые. Президент Лукашенко, да, вы очень терпеливые в антибелорусских делах. Это же было невероятно, когда здесь в 2020 году сидели польские журналисты и принимали участие в мятеже. Очень повезло тем, кто поддерживает американскую политику, что они за свои действия не попались в Америке. Меры в их отношении были бы иными, потому что вывели себя очень терпеливо. И Варшава никогда не сделает шаг навстречу Минску, потому что этим будет недоволен куратор из Вашингтона. Томаш Григоч в Минске, как миротворец, слишком большая напряженность у наших границ. Раньше, развивая трансграничное сотрудничество, говорили, между нами Бог, над нами Бог. Сейчас цифры говорят сами за себя. Конфликт может произойти по американскому сценарию. Польшу объединят Украиной и странами Прибалтики и втянуть их в войну с Россией. И это будет не вопрос НАТО. Это будет вопрос между славянскими странами. И это новое геополитическое образование. Ему будет не хватать важной детали. Территории Беларуси. И якобы для восстановления исторических границ Речи Посполитой втянут и Беларусь. И это будет пропагандироваться как помощь братскому народу. Но это нужно не Варшаве. Это нужно Вашингтону. И это очень опасно не только для вас, для всех народов нашего региона. Поэтому не следует удивляться, почему наш президент и главнокомандующий появляются в военной форме. Больше меня радует, что такая фотография на аватарке польского писателя и блогера. Я уважаю Лукашенко. Его уважает польский народ. Когда рухнут муры нелепой стены через Беловежскую пущу, вот это действительно железный занавес. Тогда на нашей стороне Лукашенко люди будут ждать с хлебом и солью. Как обычный граждан сказать вам, Белорусинам, что мы не хотим войны. Потому что наша земля не земля войны, но земля это мостов между цивилизацией. Так. И я приехал сюда до вас сказать, что все доброе, будьте здоровы и до свидания. Как когда-то наших освободителей только вас держат за стеной. Теперь незнание в том числе. Сколько было нареканий на берлинскую стену, а теперь западный мир сам же и воздвиг новую, warsшавскую. Ну как вы там пели? Муры рухнут, а Беларусь стояла, стоит и стоять будет. От победы до победы. Победы над нацизмом и над радиоактивной оккупацией. Над прогнозами видных ученых западного мира. Мол, мы должны были погибнуть как нация. Нас не было на политической карте мира. Или вот другой вариант в составе Польши. Но все эти намалеванные карты биты. Биты и ваши чернобыльские шляхи на погост. Это просто клоунада. А тем более сейчас. Чернобыльские шляхи в Европе. Клоунада Зеленского превратила Украину в поле боя. А во что бы превратила клоунаду Маршей в Беларусь? Куропаты. Вы, политические актеры и актерки, хоть на карте-то Брагин или на Ровлю найдете, но точно не узнаете. Картинка другая. И не надо говорить, что это подстава. Подстава это вы. Подстава истории и Запада. А президент как был, так и остается с народом. Даже дачу летнюю построил в так называемых чернобыльских областях. Чтобы быть с народом в окружении. Как тогда, на той исторической фотографии, так и сейчас. С народом. С молодежью, которая действительно не воюет, а просто гуляет. Давайте я сфотографирую, только тише, 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 тише. Тише, близко не подходим. Ну да, ты подальше встань. Скину не толкаем меня. Да, его и так толкали в 20-м году. Ты чего? Вообще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова